Друзья, меня зовут Мария Терехова, я руковожу детским издательством «Луминария». В нашем издательстве вышла серия комиксов про якори. Вот этот мальчик на голове у белухи стоит. Вот же он. А, ну вот тут у нас немножко повторяется. Якори — это индейцы. И поэтому нам в голову пришла идея сделать цикл лекций, мероприятий про индейцев, чтобы все узнали, кто такие индейцы, как они живут и почему они носят перья. Собственно, тема сегодняшней нашей лекции — «Почему индейцы носят перья». И я пригласила к нам в гости Станислава Терешкова. Знаете, что в Москве есть? Музей кочевой культуры. Слышали про такой? Кто такие кочевые народы? Знаете? Давайте предположим, что такое? От какого слова происходит слово «кочевые народы»? Кочуют, перемещаются, да. Это те народы, которые не живут на одном месте, они постоянно передвигаются с места на место. И вот в Москве есть музей кочевой культуры. Станислав Терешков в нем работает. Работал. Работал. Да, он сейчас работает на Ямале. И чем вы занимаетесь? Да, собственно, я этнограф. Этнография — это наука о народах. Собственно, я сейчас... Ну, основная моя все-таки тема — народы Сибири. Я сейчас переехал в Салехард, там тоже в музее работаю. Занимаюсь местными кочевниками. Ненцами, оленеводами, хантами. Ну, по сути, занимаюсь тем же самым. Да. И вот, Станислав, на самом деле, в музее кочевой культуры, знаете, что есть? Там есть типи. Но мы сейчас обо всем этом поговорим. И мы сегодня с вами обсудим, в общем-то, тему нашей лекции, почему индейцы носят перья. Так вот, кто такие индейцы? Станислав, расскажете нам. Да, конечно. Ну, вот тут уже руку тянут. Ну, кто такие индейцы? Индейцы — это какой-нибудь народы, которые проживали в Северной Америке, но сейчас есть некоторые дужные Америки, и они были в Северной Америке на племенах. Ну, смотри, на самом деле не все индейцы жили племенами далеко, но до еще того, как мы начали эту беседу, ты до этого, ну, более корректно сказал, что это коренное население Северной и Южной Америки. А наверняка кто-нибудь из вас мне может рассказать историю, а почему их вообще индейцами называют? Кто не знает эту историю? Нет, они не в Индии живут, они живут в Америке. Ладно, смотрите, помните, кто Америку открыл? Как этого человека звали? Все верно, Христофор Колумб. Но вы могли слышать, что плыл он не Америку открывать, он плыл искать западный путь в Индию. Ну, на самом деле, очень давно уже люди знали, что земля шарообразная, и была идея приплыть с другой стороны, обогнув земной шар. И Колумб, когда приплыл в Америку, он не знал, что это какие-то новые неизвестные земли. Он подумал, что приплыл в Индию. И людей, которые там жили, он назвал индейцами. Колумб плавал туда несколько раз, и мы не знаем, правда ли он до конца жизни считал, что это Индия, но ему деньги на экспозиции давали в Индию, поэтому он говорил, что это Индия, и живут там, соответственно, индейцы. Но в этой истории важно понимать один момент, что индейцы не подозревали никогда о том, что они индейцы, пока Колумб их так не назвал. Такого народа никогда не существовало. Это население двух больших континентов, и это разные народы, с разными языками, с разными культурами. Ну вот, чтобы вы понимали, мы на одном континенте живем с китайцами, японцами, индийцами, персами, англичанами, но одним народом себя не считаем. С индейцами та же самая история. Да, их было, получается, много. И мы говорим с вами сегодня, будем больше разговаривать про якори. А якори, он из племени Сиу, то есть мы будем говорить про индейцев из племени Сиу. Я вот тут, сзади меня, на слайде, вы видите много фотографий как раз индейцев из племени Сиу. Можете что-нибудь про них сказать? Что вы видите? Что с ними? Они носили перья, да? Так. Я тут еще добавила несколько кадров. Смотрите, это их обувь. Макосина называется. Они вышивали бисером. Но это, я думаю, было уже, мы с вами попозже поговорим, когда бисер у них появляется. Ну да, вот мы видим индейцев. Мы видим их на фоне домиков. Посмотрите. Я нашла такую фотографию. Что? Иглу? Нет, это типи иглу, это эскимоски из снега. А это типи? Да, такой. Вот. А сейчас мы увидим... Сейчас поговорим про это. Тут такая карта. Узнаете, что это за континент? Континент какой? Кто угадает? Молодец, да, все верно. Классно. Ребята, немножко мелковато, но, Станислав, покажете нам, где жили силы? Да, конечно. Значит, кстати, сразу, ну, еще один вопрос вам задам. Вы до этого какие книжки про индейцев читали? Ну, чтобы мы могли как-то на одном языке говорить, там, художественная литература. Что-нибудь читали про индейцев? Еще нет. Еще нет. Это впереди. Это впереди. Да, поделись. А что? Я читала, что получается индейская литература. Не-не-не, а художественная литература, там, где какие-то приключения приключаются с индейцами, нет? Еще нет. Но это впереди. Да, собственно, здесь североамериканский континент и разные народы. В Северной Америке это тоже множество народов с разными культурами, с разными языками. Вот здесь вот, на западном побережье леса. На восточном. На восточном, да, прошу прощения. Леса. Регион, который традиционно называется Вудланд. Вот если кто-нибудь читал роман Фенни Муракупера, где Гроны, Доловары, Магикани, это вот здесь вот, в Вудланде. Собственно, здесь великие озера, и за ними начинается река Миссисипи, впадающая в север на юг. И тут начинаются Великие равнины, которые тоже были заселены множеством народов, но как были заселены, тоже чуть попозже поговорим. И на севере Великих равнин как раз и жил народ Сио. Они прославились очень в 19 веке, когда американцы этот дикий запад завоевывали. Это как раз были те народы, которые противостояли американцев. То есть эти знаменитые вожди, как сидящий бизон, бешеный конь. Кстати, на предыдущем слайде был кто-то из них. А сейчас вот это... Нет, 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 нет. Нет, по-моему, вот это какой-то вождь, и это тоже вождь. Там, по-моему, даже сохранились фотографии некоторых. Мы говорим про 19 век. Некоторые, да, некоторые сохранились. То есть это не постановочные кадры, ребята, это настоящие индейцы, вы поняли, да? Так. И тут на карте, кстати, очень здорово видно. Да? Вот они. Дайомики, похожие на типи. И вот, собственно, индейцы в головном уборе. И поэтому мы понимаем, вот, собственно, где жили эти Сио. Но Сио, как мы знаем, что это... Были Дакота, Лакота... Инакота. Инакота. Это племена, которые... Сио относится как раз к племени Лаку. Сио — это некая такая-то общность языковая. Ну, как раз они делились на свои племена. На самом деле здесь тоже есть такая путаница. Очень часто она... Она очень похожа на путаницу с индейцами. Индейцами назвали всех. Сио — то же самое. Сио они сами себя не называли. Это их назвали ирокезы, с которыми Сио постоянно воевали. Это еще одно племя индейцев. На языке ирокезов Сио — это змеи. Ну, это просто они с ними воевали, они друг друга не любили. Вот так вот обзывали. Да, похоже, видимо. А еще, ребята, знаете, что наш якорит, он из племени Сио, и в одной из книжек якори вообще обладает суперспособностью. Он умеет разговаривать с животными. И в каждом томе он встречается с каким-то новым зверьком, животным. Вот, например, у нас есть том, в котором якори встречается с белухой, а есть том, в котором якори встречается с касаткой. И с касаткой сложно встретиться, учитывая, что ты живешь где? На равнинах. Там до моря далеко. И происходит эта встреча чудесным образом. У якори есть друг, волшебный кролик, который умеет перемещать в пространстве. И он якори вместе с его друзьями, маленьким громом и радугой девочкой, переместил их на западное побережье, вот сюда, в Канаду. И здесь живет другое племя, племя, которое делает тотемные столбы. И как раз в этой книжке вы можете... Это племя Хайда. И как раз в этой книжке рассказывается немножко про другое племя, которое живет и умеет делать тотемные столбы. Таким образом мы сможем познакомиться с людьми, с другим племенем, у которого есть другие традиции, отличные. Они делают из дерева, вырезают такие большие столбики, и их украшают лицами своих предков, воображаемых предков, мифических предков. И якори знакомятся с этим племенем и узнают, что оказывается жизнь-то на земле такая разнообразная. И что если ты живешь в типе, это не значит, что все живут в типе, в таких домиках, что есть народы, которые живут иначе. А это племя как раз живет в деревянных домиках. Вот тут показано немножко. Можно полистать потом эту книжку, будет посмотреть про индейцев из племени Хайда. Вот. Это то, что касается карты. Мы поняли, где живут индейцы, что они живут на территории Великих Равнин и кочуют там. А, кстати, а почему они кочуют? Что определяет их кочевой образ жизни? Почему они кочевники, Станислав? Ну, этот вопрос я, наверное, ребятам задам. Как думаете, почему некоторые люди живут не на одной месте, а время отверения постоянно переходит? Да, это одна из основных причин. Да, что ты хотела сказать? Я хотела сказать, что вы это делаете, потому что вы думаете, что вы думаете, что они уже платили? Нет. Ну, скажем так. Все время прятаться. Это прятаться уже. Это приятный бонус. Это приятный бонус, но не основная причина. Ну, вообще, в основном, кочевка, она связана с тем, что действительно либо со стадами своими приходится перемещаться, либо иногда на тех территориях, где живут охотники и дичи мало, приходится за добычей. Тоже время от времени переходить. Вообще, далеко не все индейцы были кочевниками. Это вот только Великие равнины. С Великими равнинами вообще история очень интересна. Вот так или иначе, даже если вы литературу про индейцев не читали, ну, какие-нибудь там, может, фильмы, мультики, видели этот образ, когда они там скачут на лошадях, охотятся на бизонов, ну, то же самое, носят перья в голове. И это культура, именно как раз культура Великих равнин, которая появляется очень поздно. До прихода европейцев индейцы Великие равнины не заселяли. Ну, и там индейцев было мало. В основном они жили вокруг них. В разных регионах занимались разными занятиями. Например, в Удланд, это были земледельцы и охотники. Ну, опять же, вы, наверное, знаете, что многие продукты, которые у нас сейчас на столе, их изначально одомашнили индейцы. Там какую-нибудь кукурузу, фасоль, помидоры, картошка. Это все из Америки. Это все индейка. Это все как раз то, что одомашнили индейцы. На юге, это вот круг культур Пебло, тоже были земледельцы. Ну, на севере, в основном, охотники и собиратели. Но вот равнины индейцы очень долго не могли освоить. Потому что у них кое-чего не было. Кое-что потом привезут европейцы. И это кое-что на индейском языке жестов показывается вот таким-то образом. Что это? Видите, что это? Загадка, да? Лошади. Все верно. У индейцев не было лошадей. Кстати, с лошадьми история очень интересная. Вообще, Америку люди заселили вот отсюда, через Аляску, придя со Старого Света. 14 тысяч лет назад. И изначально, когда-то давным-давно, лошади в Америке не просто были в те времена, а вообще лошади, они в Америке появились. И как люди пришли, через этот пролив, так же и лошади пришли к нам. В наш Старый Свет. То есть сначала лошади отсюда взяли и ушли туда, к нам, где мы живем. А потом их тут не стало? Да не совсем. Там одновременно. То есть это в итоге, после окончания ледникового периода, здесь лошади вымерли, у нас остались в Азии. И индейцы с лошадьми знакомы не были. Абсолютно. И, кстати, вы обратили внимание, что на индейском языке жестов лошадь показывается как всадник. В первый раз, когда индейцев всадников увидели, они, в принципе, полагали, что это одно единое существо. Представляете, как это кентавр в греческой мифологии? А представляете, какой ужас, когда всадник с лошади слезает? Одно существо превращается в два. Вот такая страшная магия белого человека. Но индейцы в какой-то момент к лошадям стали привыкать. Изначально-то европейцы прибывали в южную часть Америки, вот сюда, в территорию современной Мексики. И завезенные лошади, они стали от европейцев убегать на Великие равнины, там дичать. Индейцы их стали также приручать, ну и угонять во время военных походов. И благодаря лошадям индейцы смогли на эти равнины выйти. На равнинах кто пасся до лошадей? Какое животное? Близко, а как эта корова называется североамериканская? Бизон, бизоны. И индейцы благодаря лошадям смогли как раз в посте на равнинах лошадей охотиться на бизонов. И этого продукта им хватало на то, чтобы нормально жить. А давайте мы сейчас немножко от бизонов отойдем, потому что у нас будет про это еще разговор. А сначала поговорим, вспомним еще, есть ли они кочевники, и они постоянно с места на место переходят. Что им нужно? Им, получается, нужно быстро собираться и потом быстро вставить свой дом обратно. Дом, мы, как выяснили, уже называется типи. Правильно? Вот как выглядит этот домик. И он должен быть легким в сборке. По сути, это палатка. И палатку эту делают как раз ведь тоже из шкур. Из шкур бизонов. Бизонов, да. То есть ты живешь рядом с бизонами, бизон у тебя получается и пища, и еще это необходимый материал для того, чтобы построить себе дом и сделать себе одежду. А типи этот делался, ну, это палки, правильно, жерди какие-то, на которые натягиваются. Шесты, да, шесты. Там как устанавливаются? Сначала три шеста связывают, ставят, ставят остальные шесты и набрасывают вот такую большую покрышку сшитую. Здесь вот видите, такие вот булавки, которыми застегиваются спереди, собирают. Вот это сверху дымовые клапаны, чтобы тяга была, чтобы огонь нормально горел и дым уходил. Это внутри огонь разжигают, и чтобы дыма не было внутри палатки твоей, внутри типи, нужен дымоход. Вот это дымоход. Он, получается, распахивается и запахивается в зависимости от необходимости. Ребята, а как эту штуку перевозили, как вы думаете? Разбирали и собирают. Полностью? Да? Отдельно жерди, отдельно шкуру. Есть версия еще? Я думаю, что это все складывали, завязывали и не с ним напал. Так, еще гипотеза? Я думаю, что очень важно, опять разбирали и улыбили. Так, еще версия. А теперь правильный ответ. Дакс, когда уже лошади появились, и они с этими жилищами стали перевозить его на лошадях, прямо из этого же типи делали так называемые волокуши. Ну, колеса индейцы не знали. Два шеста связываются вот таким вот крестом, на лошадь сзади кладутся, и сверху на эти два шеста все остальное. Остальные шесты и покрышку. Такая волокуша называлась травуа. Это французское изначальное слово. И вот таким вот образом перевозили с места на место. Но тут, кстати, у меня вопрос появился. Вообще типи, как жилище, появилось до появления лошадей. А когда лошадей не было, на каких животных могли перевозить? Бизона неприручаемая. Он у тебя вскачет вместе с твоим типи, и ты без дома остался. Нехорошо, да? Так. Еще варианты. Вот самое первое животное, которое человек приручил, с которым пришел в Америку. О! Волк. Очень-очень близко. Собака. Да, кстати, поэтому на индейском языке жестов собака показывается вот так вот. Она за собой, бедненько эти шесты от типи, тащит в земля. Кстати, ребят, потом в конце повторим, да? Как всадник будет? Не всадник, лошадь. Ой, лошадь, простите, да. Ну, вы показывайте, кто помнит. Так. А как будет... Что у нас там еще было? Так, бизон. Бизон. И теперь собака. Супер, вы теперь можете, да, объясняться, очень понятно. Так, идем дальше. Типи. И вот тут у меня еще есть картиночка. Видите, такие... Ну, это вот, собственно, те шкуры, которые... Ну, в разобранном виде, да. Видите, у них разные узоры. Тут вот есть какое-то... Я не знаю даже, что это. Какие-то морские существа, дикие. Ну, да, да. А вот бизончики те самые. Смотрите, как красиво, да? Они как бы по кругу, да? И тут еще олень. Это прям такая красивая композиция. Так нарисовано. Здорово. Так, а что у нас дальше? Ребята, а знаете, чем Типи отличается от Вигвама? Помните мультик, да? Узнаете, что это за мультик? Все смотрели. Простоквашины. Как зовут этого персонажа? Шарик. Шарик что делает, ребят? Он что там обсуждает с котом-то? Ка. Там на Индии. Ну, он нарисовал индейское национальное жилье. И сказал, как называется это? Вигвам. Вигвам, да? Ну, на самом деле, мы уже с вами поняли, что это не Вигвам, а Типи. Получается, Шарик немножко ошибся и назвал национальное индейское жилье Вигвам. Ну, оно, ну, Вигвамом, да? Ну, Типи. Сейчас я покажу, что такое Вигвам. А вот Вигвам, ребят. И сейчас... Да, здесь просто ошибка произошла. Почему? Потому что... Ну, с чего мы начинали? Что индейцы вообще бывают очень-очень разные. И это не один народ, это разные народы с разными культурами. Но есть все-таки какой-то вот общий стереотип. Вот со словом Вигвам произошло то же самое. В Вигвамах, точнее, в Типе, в таком вот именно жилище, которое только что мы увидели, жили индейцы-кочевники, которые жили в Типях, и которым это жилище нужно было перевозить с места на место. В Вигвамах же жили индейцы, с которыми европейцы познакомились раньше. Индейцы, которые жили на востоке в лесах, в Удланде. Те, которые были не такими кочевыми, которые были более оседлыми, занимались земледелием. Здесь с Вигвамом что проще? Ну, во-первых, они живут в лесу, у них материала много для строительства, и им не нужно это жилище перевозить. Это жилище такое вот более оседлое. Ну, его основательно так надо строить. Да, гнутся палки, и специально сверху циновками покрывается. Корой деревьев. Потому что она лучше сохраняется в лесу. А шкура, я так понимаю, похожа. Она будет гнить, да. Она будет гнить со временем. Видите, то есть каждый народ пытается приспособиться к тому месту, где он живет. Если ты живешь в лесу, соответственно, тебе нужно построить дом, который в лесу будет хорошо существовать. Долго простоит. А если ты живешь вот как кочевник, то, соответственно, передавай другие задачи. Тебе надо быстро собраться и переехать. Так. Ну и вот она. Возвращаемся к бизонам. Вот они, бизончики. Я нашла вчера классное видео, гифку, где бизончики бегут, и можно было посмотреть. Но тут у меня они не бегут, не получилось делать. Это массивное довольно большое существо. Представляете себе? Он огромный. Мне сложно сказать, сколько он весит, но понятное дело, что такое существо может легко сбить человека. И вот она, собственно, сцена охоты на бизонов. Что они тут используют? Видите? Индейцы на лошадях. Им удобно, чтобы догнать было. Можно. А, кстати, когда лошадей не было, знаете, на бизонов-то все-таки охотились. Но по-другому. Догадаетесь как? Загоняли, да. Какие еще? Собак, так. И чего? Приманки? Так, возможно. Кидали копье. Ну, копье, наверное, сложно в бегущего бизона, если ты еще без лошади кинуть. Да. Стреляли из луков. Стреляли из луков. Да, но на самом деле самым основным способом охоты... Да, что? Ты руку тянешь? Мечом. Мечом. Мечей у них не было. Очень благородно. Мечей у них не было. Пойти на бизон с мечом. Собственно, до появления лошадей самый результативный способ охоты это действительно загонное. Когда их загоняли, и куда-нибудь действительно к обрыву, чтобы можно было мясо... Ну, мясо заготовить в большом количестве. Здесь проблема в охоте на бизонов до появления лошадей была в том, что очень сложно было за счет этой охоты жить. Поэтому индейцы охотились не только на бизонов, но и пытались чем-то другим заниматься. Земледелием тем же сам. Были способы охоты, когда все-таки и в одиночку выходили, пытались подкрадываться, но она была не очень эффективна. Действительно, кидали копья. В том числе, правда, не так с руки. Было такое-то оружие, которое называется атлатль. Она же копьеметалка. Это вот такая загнутая палочка с крюком. Она помогает копье кинуть дальше быстрее. Кстати, с луками. Луки тоже, на самом деле, появляются относительно поздно. Изначально они пришли где-то вот уже в конце первого тысячелетия, начало второго тысячелетия уже нашей эры, тоже из Арктики. До этого в основном копьями. Но когда появились лошади, это вот охота с лошадей. Вот такая вот. Удобнее и быстрее. Ну что, ребята, идем дальше. С охотой мы поняли, где живут индейцы, мы поняли. А вот еще картиночка, на которой показано как раз то место обитания племени Хайда. Помните, я говорила про тотемные столбы? Вот они, эти тотемные столбы. Можно будет дома с родителями поискать и больше найти. Еще раскрашивали эти тотемные столбы. Они такие разноцветные. По сути, это маски здесь. И наверху какое-нибудь животное будет. В общем, это такой предмет магический, что ли. Да, что хочешь спросить? Были. Но в Томи и Джерри, я помню, они там даже рядом в степе стояли. Хотя те, кто жили в степе, они таких столбов не ставили. Кстати, здесь я еще одну вещь хочу обратить ваше внимание. Столбы стоят перед жилищем. Видите, какие жилища? Массивные, постоянные. Что мы можем сказать об этом племени Хайда? Не кочевали. Они не кочевали, да. Точно. Они были оседлые. Причем, да, тоже культура очень интересная. Они жили на побережье, в основном жили с моря. Их кормило море. Да, знаете, на кого они охотились? На косаток? Ну, на китов, да. На китов, да. Ну, на морского зверя. И рыбы еще много. На севере Тихого океана. Лосось, который заходит в реки. Кстати, у нас сегодня будет лекция про китов еще. И про них поговорим. Так, ну что, идем дальше? А теперь подойдем к вопросу, а почему же индейцы носят перья? Это красиво, да? А еще что это значит? А давай смотри, там вот девочка очень хочет сказать что-то. Говори. За что-то. Отлично. Давай, ты продолжай. За подвиги. Так. Давай. Слушай, классная версия. Очень похоже на правду. Так, давай. Скажешь? Перья. Точно. Правильно. Еще кто хочет сказать? Давай. А еще не спросили, как он получил человек. Да. Так. Да. А вы знаете, что якори получил перо от самого великого орла, потому что спас своего друга маленького грома. Маленький гром — это такой дикий очень мустанг, который никому не давался. Никто не мог его поймать и оседлать. А якори его как-то увидел, что у маленького грома копыто застряло в расщелине. Он подошел к нему и копыто разблокировал, камушки убрал, и маленький гром смог дальше поскакать. И это стало началом их долгой дружбы. Так. Еще какие версии? Маленький гром? Где он тут у нас? Вот он он. Мустанг по имени маленький гром. Да. Давай. Да. Вот якори как раз так и получил. Да. Давай. Расскажешь? Или не вождь? Да. Точно. Так. Так. Ну что, еще? Два и твоя версия. Я думаю, что по перям можно отличить народ. Народ по перям отличить. Слушай, очень наблюдение такое тонкое, мне кажется. Ну да. Ну давайте еще пару фраз, и мы к правильному ответу. Давай, 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 говори. Подвиги. Да, отлично. Ну, еще последняя версия. Давай. Еще, да? Это дополнение к перьям. Так. Ну и что? И теперь Станислав. Да. Ну, собственно, про перья нужно понимать самое первое и главное, что не все индейцы носили перья. Это обычаи распространены только на великих равнинах. Ну, СИУ – это один из тех народов, которые носили. И действительно, как правильно было сказано не один раз, это получали они перья за подвиги военные. Вообще, если мы говорим про индейцев, которые жили на равнинах, ребята были довольно воинственные. Ну, в то время, когда эта культура сложилась, индейцы в великих равнинах, это 18-19 века, они постоянно воевали. Причем воевали они не только с американцами, которые пытались их завоевать, но и друг с другом. А вопрос такой вот, как думаете, почему они воевали? Кто сказал «скучно»? Скучно? Ну, пока это самый близкий ответ. Потому что, на самом деле, ответ простой. Воевали они для того, чтобы получить перья. Для того, чтобы совершать подвиги. Так. Да, здесь. Да, что хочешь сказать? Ну, да, 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 я так и сказал. Значит, да, действительно, они воевали ради подвигов. Здесь, смотрите, какая интересная ситуация вышла. Культуру индейцев в великих равнин создала лошадь. Без лошадей этой культуры не было бы. Но лошадь очень сильно их культура изменила. Когда индейцы вышли на равнины, стали конными охотниками на бизонов, это новый тип хозяйства потребовал по-новому жить совсем. То есть до этого они занимались земледелием, такой вот охотой личной. И это были общества, которые называются почти эгалитарными. То есть люди были равны друг другу. Там не было вождей каких-то, не было тех, кто старше, младше. А вот этот новый тип хозяйства, новая охота уже потребовал в устраивании иерархии. Кто-то должен быть главным, кто-то должен этой охотой руководить. А как понять кто? Вот кто больше подвигов совершил, тот и молодец. И, собственно, по поводу войны и подвигов, тут давайте немножечко поговорим, а что это могли быть за подвиги и за что вообще переполучали. Вообще отношение к подвигу у индейцев очень формально. Для индейцев война это была такая-то игра, по большому счету, командная игра, но с личным счетом очков. Каждому была задача как можно больше очков себе заработать. Какие это могли быть подвиги? Что за свою страну? Спасти своего товарища, да, это подвиг, за это перо. Захватить кого-нибудь главного? Ну, да, захватить пленника тоже подвиг. Победить за пленника? Ну, что значит победить? Ну, да, взять в плен, но вообще, да, убил врага это подвиг. Но на самом деле, при том, что индейцы постоянно воевали друг с другом, в общем-то потери они несли не очень большие, на самом деле. Я еще объясню, почему. Собственно, что потом с убитым врагом нужно сделать с точки зрения индейцев? Нет, охота, кстати, нет, она не считается, не считалась подвигом. Снять скальп. Снять скальп. Все знают, что такое скальп? Ну, было у индейцев обычай, когда с убитого врага снимали с головы волос и с кожей, с куском кожи. Это был трофей. Но, смотрите, на самом деле, в этой войне за скальпы, как оно очень часто происходило. Всегда у индейцев считалось, что гораздо лучше, если большой отряд вернулся без потерь, ну, с одним скальпом, чем если принес хоть 10 скальпов, но кого-нибудь потерял. Поэтому битва выглядела так. Там куча народа с двух сторон, они сталкивались, кто-нибудь погибал, потом бой за тело разгорается, а потом они разъезжаются в разные стороны. Одни победили, 1-0 уезжают, вторые, ну, вторые, им нужно похоронить и оплакать товарища, они отомсят, но в следующий раз. Но, на самом деле, на самом деле, очень много было подвигов, не связанных никак с убийством врага. У врага можно было кое-что ценное забрать. Вот что у индейцев самое ценное было на равнинах, как думаете? Ну, если, да, если ты сумел у врага забрать его головной убор, ну, да, это почетно. Еда, кстати, к еде, у них отношение было, в еде даже самому злейшему врагу они не откажут. Это вот, ну, у охотников это традиционно. Если в стойбище у кого-то есть мясо, никто голодать не будет. Если кто-то пришел, он, гость, тоже голодать не будет. Так что за еду они не воевали. Оружие там кричали? Оружие, да. Забрал у врага оружие, подвиг. Причем, как у врага можно оружие забрать, какими способами? Например, а еще? На скаку стащить? Нет? Например, тоже. Или просто украсть. Это тоже военный подвиг. Если ты сумел у врага украсть оружие, это подвиг. Тут варианты еще. Ну, да, священные, ну, тотемов, как мы помним, на равнинах не было. Священные, да, амулеты, да, это, да, это тоже подвиг. Но вот самое ценное все-таки у индейцев было что? Вот без чего они не могли на равнинах жить? Ну, вот же, они, помните, как их? Нет, нет. Лошади увезти у противника лошадей. При этом вообще индейцы, когда в поход отправлялись в боевой, они сразу решали, для чего мы идем. Мы идем за вражескими скальпами или лошадьми. Если поход за лошадьми, в этом походе вообще не обязательно было кого-то убивать. Маленький отряд, максимально близко к врагу подойти, украсть как можно больше лошадей и уйти от погони. Индейцы прославились как великолепные конокрады и этим до сих пор гордятся. Они рассказывают, как их предки воровали коней у американских драгун. Говоря, все люди, да, они не могли защитить своих лошадей от наших предков, поэтому американцы были своих лошадей недостойны. Наши предки этими лошадями владели по праву. И вот если продолжать, то ты совершил какой-то подвиг. На самом деле, видите, тут картиночка есть, которая показывает, что перед разные немножко все, у кого-то нет кусочка, ну вот смотрите, тут выщипана часть вот этих волосков или как их назвать правильно, перышков, тут отрезано, тут насечено, тут вот целая щель какая-то, расщеплено оно, здесь красное пятно, тут полностью окрашено. Это получается такой какой-то язык, язык, объясняющий другому индейцу, что вот какой подвиг ты совершил. И ты смотришь на это перо, хотя на самом деле это немножко условно было, у каждого могла быть какая-то своя символика, они могли отличаться, не было универсального языка вот этих перьев, который бы всем однозначно говорил, за что подвиг. Но тем не менее, смотрите, видите, это было, и таким образом, видимо, хвастались, пытались как-то показать, что именно он совершил. Да, и здесь еще про один подвиг я вам расскажу, он просто считался самым великим, и он очень хорошо показывает отношение индейцев к войне, как они его воспринимали. Это называлось, посчитать, Ку. То есть, будучи безоружным, остались вооруженного врага, дотронуться до него. Салочки играли. Салочки, да. Как думаете, просто этот подвиг совершить? Не совсем. Враг сопротивляется, пытается себя в этот момент убить. Но твоя задача на войне именно показать свою храбрость. Подскакать к нему, дотронуться и убежать. Зазиры такие, да? Да, да. Это считалось у них самым таким великим подвигом. Кстати, на эту тему уже в 20 веке, когда индейские добровольцы участвовали в Первой и Второй мировых войнах, на стороне уже Штатов, были случаи зафиксированы, когда они пытались эти немецкие броневики на них посчитать Ку, этими палочками. Свои традиции переносили. Да. Ребята, ну так получается, что если у тебя на голове много перьев, что это значит? Ты вошь, ты? Популярный, да, отважный. Так. Герой. Ну да, в их системе ценностей герой. Что? Заслуженный боец, видимо, да? Да, отлично. Ну и вот смотрите, тут у меня, мы приближаемся к концу. Где у нас индейский головной убор? Давай, говори. Вот этот, да? Действительно, с перьями. А для каких, кстати, перья использовали, Станислав? Это перья из хвоста орла, беркута. Там только они шли. Почему зоркий? Наверное, орел потерял перо, можно было его найти и использовать. Ну да, да. Все так, да? А рядом, смотрите, что я показала еще одну фотографию индейца, только у него на голове штука, которая называется роуч. Вот бывает такая путаница, точно так же, как с вигвамом и типи. Помните, мы обсуждали мультик про стаквашина, где пёс называет, шарик называет типи вигвамом. И то же самое у нас сейчас происходит путаница, когда мы говорим индейский роуч. Ну вот это правильно называть индейский головной убор. А роуч — это штука, это такая прядка. Ну это тоже головной убор, он, кстати, распространен более широко, чем вот этот головной убор из перьев. Его делают из щетины различной, из игл дикобраза, которые мягкие. Кстати, по поводу игл дикобраза тоже такое дополнение. Помните, тут была фотография макосин, расшитых бисером. Бисер пришел от европейцев. Понятно, они бисер покупали. Но пока у них бисера не было, они вместо бисера использовали тоже игл дикобраза. Ими расшивали свою одежду. А это просто торчало, что ли? Нет, нет, нет. Их вот так вот семинали и нашивали на одежду, покрывая краской. Рисунок очень похож на бисерный. Вот, кстати, если будете в славном городе Санкт-Петербурге, там есть самый старый музей в России, «Кунсткамер» называется, там есть индейская одежда, расшитая иглами дикобраза. Ух ты! Там можно увидеть. Вот зачем надо ехать в Питер. Ну что, и похоже, что мы с вами подходим к концу, потому что мы все обсудили и поняли, зачем индейцы носят перья. Что они носят их для того, чтобы показать... Что? Насколько они главные. Насколько они главные. Какие они? Кто они такие? Кто они такие? Да, да. Давай. Силач, да, точно. Много ку совершил, как мы поняли, да? Много ку совершил, да. Да. Давай. Храбрец, да, отважный. Велик. Да, масштабен. Отважный, да. Ну что, ребята, спасибо вам большое, что пришли. Станислав, огромное вам спасибо. Спасибо.